Культурная стена Культурная стена Культурная стена Расскажите, как это было вообще, с чего началась ваша любовь к музыке, к пению, к творчеству, к выступлениям? Я помню, что я не любила фотографироваться сначала, и я говорила, не хочу копироваться, но я думала, что копию, да, сделать. А потом получилось так, что я, конечно, любила петь, это неотъемлемая такая часть была, потому что пели всегда с мамой. Город детства, вот эта песня. Я, кстати, загрузила это уже в интернет, гитарная версия, вот как я ее слышу, эту песню. Вообще музыка это же английская группа, и она вот звучит так, как мы пели с мамой, на многоголосие. Ну вот отсюда, наверное, город детства, песня. Сколько лет было? Где-то есть город. У меня до школы, это еще до первого класса было. Я уже профессионально, можно сказать, пела уже в первом классе. То есть вы уже тогда занимались? Я себя чувствовала профессионалом. Уже уровень такой подготовки был музыкальный, что у меня, конечно же, пятерки были по пению, это естественно. Вот в детстве спрашивали, кем будешь, когда вырастешь? Вы как отвечали? Да мне все было интересно, я рисовала хорошо. У меня же мама учитель черчения и рисования, вообще педагог. Поэтому мы всегда рисовали, я с сестренкой еще со своей двойняшкой. То, что мы двойняшки, это уже тоже интересно было, правда? Ну вот потом Абба появилась или Битлз, там же тоже всегда Леннон Маккартни, Фрида Линстадт, Агнета, Бенни с Бёрном, да, Улиосом, Бенни Андерсон, да? То есть двойные всегда. Вот. И я тоже привыкла к коллективе, в команде. То есть я не сама по себе пела, а я пела всегда или с мамой, или мы с сестрой пели, или с подружками обязательно пели, просто другого даже и не было. Приходит Дед Мороз со Снегурочкой, мешок огромный, подарков, и вытаскивает оттуда разные игрушки, в том числе музыкальные инструменты, ксилофоны два. Ага. Вот. И мы, значит, начали импровизировать, Татьяна свою партию, я свою, в вариации. Там, басадоли в огороде, ну вот мелодии подбирать, все время на слух. Все время любили подбирать бокалы, например. У нас так совпало, что у нас шесть бокалов было, такие стеклянные, просто со снежинками. И они были настроены точно, вот шесть нут. Вот прямо для того, чтобы как будто играть на них. Это совершенно случайное совпадение. А случайного, наверное, ничего не бывает. И мама, конечно, видела, что мы все время то на этих бокалах что-то подбираем, то на ксилофонах уже дошли до того, что выступали в конкурсе в школьном. У нас школа-интернат с английским уклоном была в другом конце города аж. То есть нужно было ездить с двумя пересадками через весь наш любимый город, Ленинград тогда, через Невский, Восстание. То есть от Исаакиевска мы ехали до Восстания и дальше до Ухты. И самостоятельно вот так мы каждый понедельник ездили в интернат. Там нужно было ночевать. Мы, конечно, скучали, конечно, первое время. Но потом познакомились со всеми, с коллективом. У нас палата была там восемь девочек, да. И опять же я понимала, что они так петь не любят, но как-то жизнь засасывает. У нас были многие другие интересы, там игрушки, там куклы. У меня кукла была такая, Юля я ее назвала. А муж у меня Юра, видите? А почему вот эта кукла нужна? Не знаю, почему-то вот мне нравился Юля, Юрский период. Меня все время это интриговало, вот Юрская, что такое Юра. И у меня, помню, Мишка тоже Клюшевый был, он тоже Юра был. И потом, когда у меня Юра появился, вот руководитель, да, группы Яблок, он говорит, Юра. И это как-то, видимо, прозвучало, да, как судьба. Потом он еще Бериндюков, то есть как будто он Бериндей какой-то, какого-то царства бериндейского. А это как раз то, что мне как раз, ну я всегда стремилась в это, царство музыки. Вообще я всегда хотела быть среди людей, которые любят музыку так же, как я. Ну а петь я могу для кого угодно, то есть не обязательно для музыкантов. Мне нравилось тоже нести такое вот просвещение в массы, да. Даже тот, кто не поет, вот спеть так, чтобы вот им тоже захотелось стать музыкантом, ну и чтобы стать творческими людьми. Ну пусть даже не в музыке, но еще в чем. Раскрыть, помочь. Мне хотелось, чтобы люди занимались творчеством так же, как я люблю. Поэкспериментировать. Да, мне казалось, что это во всех эта жилка есть. Серая лошадка В чистом поле скачет. Может, кто краткой Обо мне поплачет Белое пространство Заманило в юга Иль непостоянство Жизненного круга Иль непостоянство Жизненного круга А в тихом домике Зажжется свет И голос тоненький сорвется вслед Куда ж ты, маленький, мир полон ветвь? Ах, мама, маменька, я уж не маленький Ах, мама, маменька, мне много лет Ах, мама, маменька, я уж не маленький Ах, мама, маменька, мне много лет Какое самое яркое выступление можете описать? Ну вот Санта-Личуя я исполняла. Представляете, вот зал был размером, наверное, как вот этот зал. Но так как я была маленькая, мне было всего... Ну, в третьем классе сколько мне было, сейчас скажу Шесть, семь... Девять? Ну, девять, да, девять Я хоть шести лет пошла в школу Поэтому самая маленькая была в классе Самая последняя, почти что Татьяна последняя, а я предпоследняя Дальше уже все по росту, выше, выше, выше И вот такой сильный конек, конечно, наверное, у меня был музыкальный Что все-таки уважали меня Хоть я и такая маленькая Вот, и я спела Санта-Личуя на сцене вот такого зала Но мне он казался гигантским залом Потому что я же маленькая И елка когда там стояла до самого потолка Что не видно конца было То есть казалось, что и высокий потолок, и широкий И помню, что мы с мамой рисовали на обоях Перед Новым годом, кстати, вот в интернате Там же всегда какие-то праздники елки Вот, рисовали, как Дед Мороз везет там зайчиков Там медвежат Ну, такая тема, понимаете Дед Мороз везет на санках разных зверюшек И все это мы перерисовывали в крупном масштабе Вместе с мамой Потом раскрашивали красками У мамы было много разных красок На обоих, представьте, длинные такие листы И потом это все наклеивалось уже взрослыми Там где-то вот под потолком Вот такая вот инсталляция такая Представляете, зверюшек А у нас было много старинных фотографий Еще и начало века, и 50-х годов Кстати, тогда тоже был расцвет Вот такой вот типографии И интересных таких мультяшных зверюшек И поэтому они всегда такие Очень человечные у нас зверюшки Ну, все же дети любили мультфильмы Помните мультфильмы? И животные у нас всегда получались такие прям Такие добрые И я до сих пор очень люблю животных И хорошо их понимаю Потому что язык музыки Язык интонации Жеста, язык тела У животных И поэтому все ведь понятно, да? Что они хотят сказать Да? И вот у музыкантов тоже Это свой язык Музыки Язык музыки А если это, допустим Ну, ты рисуешь, да? Тоже какой-то месседж, да? Получается Какая-то индивидуальность То есть я тоже замечала Что рисую я очень хорошо И три работы мои взяли на выставку Потом не отдали Обидно было, что не отдали Потому что мне так хотелось Потом еще посмотреть На эти огромные листы ватмана Какая история? Мама, представляете, ватман Конечно И там яркими красками Парашютистка какая-то была Потом еще, еще, еще что-то Они взяли на выставку И так им понравилось Но они не отдали И я решила, что ну ладно, хорошо Я буду в редколлегии, конечно Деда Мороза я всегда здорово рисовала Знаете, редколлегии Потом уже, когда старше Моя была комсомольская, пионерская Октябренская 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 Нагрузка Это вот петь и рисовать То, что у меня всегда лучше всего получат А какую музыку в детстве любили? Ну, вообще, я была бед ла-манша Уже когда в первый класс Я ходила, я знала, что я Через дорогу у нас сначала была школа Через дорогу Я знала, что я люблю Битлз Я хочу изучать английский язык А наша школа через дорогу, хоть и близко Но там немецкий, да еще и с пятого класса И я уже знала, будучи шестилетней Ребенком шестилетним Я знала, как мама говорила, что чем раньше, тем лучше Что нужно бы по идее изучать Вот со второго желательно, а не с пятого Вот И мама действительно вела справки, где можно изучать английский язык И это оказался школа-интернат в другом конце города И мы совершенно спокойно считали, что вот ради этого стоит ездить в другой конец города Ради того, чтобы изучать английский Потому что на нем пел Леннон, Маккартни, Харрисон Понимаете, это все же с вами связано Еще вот такой эпизод, например, говорит о том, что мои первые кумиры, конечно, это были Битлз Потому что вот мама нас первый раз отвезла в школу-интернат И там самый конец города, Охта, да? Бакунина 8, там какие-то арки такие Как в Багдаде все спокойно помнит Там кольцо с семерки автобуса Вот И у нас такое щемящее внутри чувство, что вот сейчас Вот мы будем ведь одни теперь ездить туда Нам мама один раз показала, как ездить Вы же, говорит, у меня самостоятельно Он говорит, да И вдруг, значит, через дорогу переходит Вот в конце города Вот на этой улице Бакунина Парни какие-то идут со стрижками длинными С челками такими А мы всегда уже стриглись так, под Битлз И мы маме говорим, мама, смотри, Битлы идут И они переходят, вот переход Знаете, как вот у них знаменитая фотография, где они переходят Да, да, да И также у меня зафиксировалась до сих пор вот эта картина Вот это щемящее чувство, что мы должны идти в эту вот школу Все-таки с ночевкой Ну, такое двойственное чувство И вот эти Битлы, которые переходят улицу И все это сложилось вот в такой конгломерат Что я очень хотела изучать английский Потому что мне хотелось петь также на английском Мне нравились эти мелодии И мне хотелось эту красоту языка постичь И смысл постичь, и все И моя мечта, вот мама сделала так, чтобы моя мечта все-таки сбылась И у меня вот альбом, кстати, тоже англоязычный Вышел в Британии в Англии, United Kingdom С английским композитором Он настоящий английский композитор Который сотрудничал с Полом Маккарни И Линдой Маккарни Это еще в те годы С Эриком Клэптоном У него 50 лет творческой деятельности Он входит в энциклопедию Мировой музыки Рок-энциклопедию Америки И Англии В общем, очень именитый такой И замечательный композитор Действующий и певец Дэвид Кортни Является продюсером И вот так вот меня судьба с ним свела Много лет назад, кстати Сначала это Аббамания У меня же был еще проект Аббамания Который был вот начиная с 2002 года Тоже моя мечта была, кстати Я просто песню ваше Happy New Year, да? Конечно, я же когда-то в 88 году Аж на заре перестройки Я спела Была из первых исполнителей Которые в утренней почте спели на английском Потому что обычно никто не решался По причине может Считали, что произношение недостаточно хорошее Кто-то боялся Но кто-то действительно Ну вот из редакторов считал Что зачем на плохом английском петь Это как-то некрасиво А тут Настолько понравился редакторам Того времени Что они говорят Ну это же не отличается от Аббе Нужно же что-то Может быть сделать первый куплет на русском А дальше на английском продолжится Ну чтобы было видно, что это все-таки я пою А не Фрида и Агнета Настолько близко было Потому что у нас живое исполнение все было Инструменты были записаны Мой голос, все голоса многоголосие Это я сама спела Сама с собой Ну это на студии Это мелодия записывалась В Ленинграде Песня как птица и душа ее чиста Вместе с ней в каждый дом Пусть приходит доброта Светлый мир сохранится Наши сбудутся мечты И с тобой мы споем эту песню я и ты Субтитры создавал Dima Субтитры создавал Dima Ну любить только классику А я же моложе Естественно педагогов А они Ну такие вот Старая школа Русско-итальянская школа Бельканта И они конечно готовили кадры для консерватории Для Приконсерватории училища Была программа так и называлась По сохранению детского голоса И они набирали детей У которых есть способности Ну такое прослушивание сначала было В начале года Вот это как раз третий класс Вот И я не сомневалась Что меня возьмут Потому что я всегда горела Даже как сейчас Я очень любила петь Меня не нужно было уговаривать Это моё состояние души Вот И я спела Акапельно конечно То березка то рябина И они сказали Приходите на второй тур То есть список вывесили Кого взяли Вот меня взяли Девочку с которой я там подружилась В коридоре Кстати дворца пионеров На Невском Я с ней подружилась И получилось что ее тоже взяли Но многих отсели Это случайное такое совпадение И именно с ней И с этой Ирой Ганкиной Я пела в дуэте Потому что у нас было И класс сольное пение Дуэтом И еще ансамбль вокальный То есть сразу В нескольких ипостасах Поэтому они нам Вырабатывали правильные привычки Чтобы раскрыть природу Поддержать Укрепить Развить музыкальная Ну Голова Чтобы была музыкантом Ну вокалистом конечно же Поэтому я всегда Гордилась тем что Конечно же я во вторых голосах Потому что это самое сложное Самое интересное Ну У нас например Были песни такие Сколько детей На белом свете Сколько детей На целой планете Если бы дети Нашей земли Все Рассмеяться Сразу могли Вся бы земля Задрожала От эхо Вся бы земля Задрожала От эхо Эхо бы вторила Гулка эхо 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 бы вторила Эхо 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 А вот интересно Сейчас мы услышали Что вы в общем то Так сказать Учились Вполне ответственно Но тем не менее У вас же была какая-то Скажем так Юная своя свободная жизнь Как вы проводили свое свободное время С кем вы общались Чем вы увлекались Влияли фильмы Например Кинофильм Тути О счастливчик Великолепный саундтрек Как известно Там музыка прекрасная Алан Тарсонс Там В Тути Там помните песни Какая красивая Time I've been passing time What it turns go back All of my mind I know this and I see this plan Wishing melody Na-na-na-na time for me Na-na-na be a night be you То есть то что мы слышали Вот в фильмах Влюблялись просто в эту музыку И я помню как у нас появился Когда нам было 15 лет Ну подростки еще Мама нам купила магнитофон Astra 207 Четырехдорожечный Ого Это мечта вообще просто Ну сначала у нас просто Пластинки же были Да Вот очень хорошие пластинки Там Beatles Dolly Family Cliff Richard Вот А потом конечно мы мечтали Об магнитофоне Вот И уже были в старших классах И вдруг вот мама нам Купает этот магнитофон Мы нами сами вместе с ней Ездили выбирали И можно было уже самим записываться Ну вот И Да С этим огромным магнитофоном Там через мойку мы переходили Шли в ДК связи Мы жили рядом с мойкой В фонарной бане В фонарной бане В этом доме Да Светлане Да И значит И в радиорубку И записывали эти песни на магнитофон Представьте Тащили огромный магнитофон Который вообще Что бы у нас было Что бы можно было снять Слова Гармонию Ну что бы потом исполнять Вот для своего Да Светлане Да Светлане Вы понимаете да Я собирательница Песен красивых Гармонии Вот как раз Коллекционер я Коллекционер Как раз и хотел задать вопрос В общем то да Кто не в курсе В кадре только что появился Юрий Берендюков А что Появился только что Все таки раз появился Ружье Когда на сцене Даже висящее Оно должно выстрелить 15е Да Какое еще Это команда же Моя команда Да Это руководитель группы Яблоко Да Гитарист Аранжировщик Композитор Вы лучше представьте Автор Текстов Ну стихов Для песен Так Которые я исполняю И конечно же в первую очередь И в первую очередь Руководитель группы Яблоко И мой руководитель Да Расскажите Продюсер Как вы с ним познакомились Мне было 17 лет Как песни поются И И Я была на расхват Он вас заметил Ну я была на расхват уже Потому что у нас уже было тогда Две группы Одна группа была После английской школы Я пошла в училище Чтобы иметь Ну какую-то свои деньги Неудобно же было нам Ну аж двое все-таки Вот Нам хотелось что-то Ну купить Ну свои Такие деньги А это аж Советский Союз И мы поэтому Из английской школы Представляете То что у нас потом была Вторая английская школа Которая рядом с домом была Которая на площади труда Находится уже в 15 минутах пешком Вот И мы не остались на 9-10 класс И нам даже директор говорила Ну почему же вы уходите Вы же у нас Все время выступали Мы от школы За честь школы С моей сестрой Двоем Так загружались Мама всегда говорила Бедные дети Как загружают нас По 8 уроков в день Вот И каждый день английский Ну вот Но я все равно благодарна судьбе Что все-таки вот английский Миш пригодился Прикодился И мы сбежали оттуда В училище А там уже был училищ Училищный ансамбль Музыкальная Музыкальная И мы заходили Училищный ансамбль Училищный ансамбль Училищный ансамбль Ожиле Ожилей Ожилей любовь мою Ожилей любовь мою Ожилей любовь мою И нежность И нежность, и нежность. Собирались в одно и то же время с 11 вечера, с полдвенадцатого, гитара у нас с собой. И собиралась всегда такой круг молодёжи разных возрастов, кто хочет ночью не спиться и послушать музыку. И просто настоящие вот такие неформальные, ну как бы сказали, квартирники, они у нас образовывались прямо в тёплую летнюю ночь. Это была огромная школа для нас и практика, потому что мы пели то, что хотели, это была настоящая свобода. И Света Карпенко хоть с нами на даче не жила, но всё равно мы уже с Татьяной пели вдвоём. Когда была Света, мы её в третий голос подключали, то есть получалось трёхголосие настоящие. Ну а в какой-то момент, ну Абба уже тогда была, естественно, поэтому у нас репертуар был. Вот Фредди Меркури, Абба, Клифф Ричард, там Линда Ронсон потом появилась. Там, где можно петь нам наголосие красиво. Татьяна освоила гитару, знала всех, в любых тональностях могла мне аккомпанировать, какой мне вздумается. То есть она вообще такой свободой уже владела гитарной, сестрёнка моя. И тоже стала такой слух, развела свой такой гармонический. Ну вот такой музыкант, он понимает, это важно. Знаете, какой джазменов, чтобы импровизировать, нужно иметь гармонический слух. И у нас уже был такой гибкий гармонический слух, что мы могли, спелись, в общем. И этим составом вы сбежали с занятий? И мы поэтому сбежали из английской школы, потому что не хотели расставаться, ТМС не хотели разрушать. И оказались вот в этом училище, которое находится на Зверинской, рядом с зоопарком, Петропавловка. Нам понравилось место хорошее, рядом с домом, 15 минут на трамвае там всего. И там мы три года учились, и все были наслышаны, что мы очень хорошо поём, потому что там ещё хор был такой, на базе этого училища, где у нас руководители этого хора, кружок такой. Всегда говорят, девочки, девочки, помогите, у нас там совет нужен срочно. И мы быстро в материал ходили, профессионалки такие уже были. И они рассказали, да, потом англичанка там ещё английский язык преподавала, очень красивая такая женщина, чудесная. Ну вот она услышала, как мы поём с сестрой, и со Светой тоже, да, троим на английском. Она говорит, а вы знаете, что здесь ансамбль базируется в нашем училище? А мы говорим, не знаем. Мы знали, что им понравится, конечно. Приходим, там солист такой Толик Мальдон, он уже пел тенором, рок-н-роллы такие, у него красивый такой тенор. Вот, и мы сначала пели, ну, как бэк-вокал, знаете, такой рок-н-ролл, драйвовый очень. Кстати, Марина в 2009 году познакомилась с Бенни Андерсоном. Я, кстати, мечтала познакомиться, конечно, с Бенни Андерсоном тогда, в советское время, но понимала, что это невозможно. Ну, помните, там «Железный занавес» говорили. Конечно, конечно. Поэтому это только виртуально, мы мечтах могли только так представить. Но то, что мы пели песню Аба, это уже хоть какое-то приближение было, да, прикоснуться к искусству их, очарованию их музыки, чтобы вот самим спеть, почувствовать, что это такое. И в глубине души, конечно, мечтала встретить тоже такого продюсера-музыканта, тире-музыканта, который единомышленный. И вот, и вдруг приходит музыкант такой весь в джинсуре, через плечо у него такая сумка, и размером, знаете, как будто вот виниловый диск у него там внутри. И он услышал, как мы Битлз поем, он специально пришел нас пригласить, потому что он был наслышан уже о том, что две девочки такие талантливые. Ну вот, и он говорит, приходите на прослушивание в декабре 78-го года до Каневского. Ну и мы записали все и пришли до Каневского. Я знала, что там какой-то другой руководитель. Юра все беспокоился, вдруг мы подумаем, что царавцов руководитель. Мы-то сразу поняли, кто руководитель, и что он так себя строго вел, прямо, не знаю, даже на Ленина был похож в своем костюме. Но почему-то Ленин такой, знаете, с гитарой, такой синтез какой-то, очень современный Ленин. И слушает он музыку «Crosby Still Nation Young», и английский он хорошо знал, пел на английском. Мы сначала... Ленин и немножко Ленн. А, да видите, похоже даже. Леннон, Ленин. Да, да, да. И он такой носитель был хорошей музыки. То есть у него багаж такой был уже. Он все-таки старше меня на 12 лет. И чувствовалось, что он тоже служит музыке, посвятил свою жизнь музыке. Хотя сам инженером являлся Бонч Брюевич. То есть такой вот ученый, но большой фанат музыкальный. И гитара, как он владел гитарой, то есть я сразу прям влюбилась просто, как здорово он играет. Ну вот. И мы стали... Вот просто у нас образовался такой джем-сэйшн, наверняка. То есть вот первая встреча у нас сразу была очень продуктивная. Мы ничего не стеснялись, мы просто сразу пели, и даже ни о чем не думали, потому что для нас это было естественное состояние, И Юра, конечно, был удивлен, что такие бывают девушки, 17-летние. She's just a devil woman with evil on her mind. Before the devil woman, she's ghost, get you from behind. I had nothing but bad luck since the day the sun kept in my door. I'm gonna know evil lies She's just a devil woman with evil on her mind. Какая реакция была? Все в порядке, конечно. Он просто с ума сошел от счастья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok We've done it long before And now we beg to get some more You know what I mean Vulevu Take it now, leave it Now is all we get Nothing promised, no regrets And then the hotel California Of course, it was a hit hit of That time, it was a hit hit of And it's one in one Only those hands and highway Could you leave my head All those Crying up to the end Nothing out of the distance I saw a chime of delight I've called it all I've called a hand and say I've called a mission bell Now I'm speaking to myself This could be heaven This could be heaven And they know me the way They will pose this young And call it all Tell I have them say Welcome to the hotel California Such a lonely place Such a lonely place Such a lonely place Will you will must be hot till California Anytime of you Anytime of you You can fight a hill А в Яблоко вы попали одна? Или все-таки со своими Сестрой С сестрой Да, потому что у нас со Светой У нас с ней Ну немножко Пробуксовывали иногда отношения Потому что Мы попали в новый коллектив Вот И я Ну знаете Молодежь У них всякие бывают Поссориться, помириться Всякое бывало Но мы потом с ней Продолжали, конечно И петь, и все Но все равно Она замуж вышла довольно рано и я с юрой тоже у нас образовалась семья поэтому уже это я хотела услышать в первую очередь для вас кто у меня уже в 19 лет я почти что 20 не было я родила сына на сыну сейчас 37 лет взрослый сын да поэтому как-то каждый стал еще своим немножко миром да но это так естественно как процесс произошел да каждый немножко пошел своим путем а почему именно вот вы сестру вдвоем пришли да почему именно вы выстрелили не знаю как так то что я яркая солистка была я всегда доверяла интуиции просто мне очень нравилось когда с кем-то еще музицируешь ну допустим я сейчас акапель надо тоже можно конце концов да бывают такие моменты вот а когда еще с кем-то это вообще такая искра понимаете выжигает ну как я же не пить дуэти в ансамбле то есть я человек команды ну вот и фактически но вот ансамбле они же нам уши развивали такие что мы умеем петь в ансамбле слиться как бы вот заданное в данном ситуации но как у актеров есть задачи до чтобы было органично да и также у вас сам листов инструменталистов там у них всегда есть определенная задача чтобы это было гармонично вместе чтобы один не выпадал из другого чтобы они сливались конечно а фолк-рок как жанр вам вот именно тогда стал близок или до этого как-то уже к нему прикасались совершенно не прикасалась я была совершенно за западным таким человеком но так как мой язык любимый это еще и русский я пела на русском нового в ансамбле да на русском на английском любила петь поэтому мне было интересно узнать аутентичный фактор мне юра это все вот рассказал 17-летней девушки и я это подозревала что так она есть что есть аутентичный файлёр который можно аранжировать это на рок получается да country folk rock группа яблоко вот вот а есть более поздние пласты допустим такая авторская музыка но в русском стиле да ну там есть вот клюква а-ля рус такая избитые какие-то вещи бывают а есть такие оригинальные довольно таки они может быть тоже более поздние пласты на основе уже мировой музыки мейнстрима но они могут быть с колоритом русским а может быть вообще с колоритом но совершенно английским или американским а могут быть вообще рога рог то есть вот разные направления что вам ближе это очень интересно может вообще с болгарским или азиатским что вам ближе а мне все интересного поэтому я освоила и тувинское горловое пение мне это что удалось поддалось силу может изобразить я же большой энтузиаст что касается вот таких прием применяли эту до туинской пробовали что туинской да нет нет но просто я помню когда вот фестивале где-нибудь участвовала тоже вот в хорватии сейчас скажу это назвался апатия называется город и памяту в хорватии было да 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 фестиваль музыкальный 40 минут мы выступали отделение целы и помню как мы уже за закончили выступать идем по этому парку и лето и за мной бежит какой-то музыкант иностранный там же международный фестиваль был как расскажите а как это вы так вот горловым пением вот научите мастер-класс прямо мне пришлось ему преподать да ему вот интересовало вот этот прием также наверное меня когда-то заинтересовало этот и я мастер-класс этот кого-то получила а потом стала тоже другими рассказывать как ну если кому-то интересно просто потому что это фишка такая это интересно что касается вокала я могу конечно преподать вам и вот рассказать что это такое ну например можно сказать что это нужно лучше всего это звучание получается в шумном помещении вот например в метро или в самолете там же гул стоит и тогда основной звук вот этот который должен нивелироваться он должен сливается с такой что называется в таком регистре находится а самый верхний вот очень легко тогда разделять от нижнего обертон вот и тогда получается вот это пение свист его еще называют а как этот обертон каким образом вот например вот например азиатское пение считается что они не только гласные дали дидо ду вообще во всех языках всего лишь гласных 5 до дэ дидо ду я и о да то есть несколько всего то вот а есть еще кто пропевает соглас согласные этого часто вот в китайской до языка и тут тоже ил то есть нужно пропеть звук ил замыкаешь сначала и тянешь да а потом затыкается вот так вот язык на верхний небо и конечно это пение на опоре должно быть также вот то чему мы учились с сольным пение да это важно на опоре можно себя проконтролировать и развить заодно еще правильное дыхание которое полезно вообще для вокального да не просто и можно конечно но муч bill надо и тогда ведь задача чтобы подольше потели вот ты развиешь результате меха вот эти да еще раз второй раз пробуешь тогда чтобы не часто же ты поешь ты был обидим тогда но почему горловой потому что их пять видов есть грудной этом мужчины чаще используют гортанная на расслабленных связках помните каргары как они вот так но женщин это не очень характерно им лучше я понял я понял что это хамей называется это небное разделение звука происходит почти в головном небном резонаторе под маски до основной тон поется связками и и как можно дыхание выдыхаешь не сильно вот сразу раз и выдохнули она дано должно именно долго как будто сдерживаешь немножко как будто в себя даже понимаете такой эффект не сразу я все выдала за зиму да тут как можно дольше и удобный найти тон такой вот для меня допустим такое для для мужчин чуть-чуть другой потому что у вас на помощь на кварту разница но вы знаете да что транспланировать тональности слышали на для женщин бывает иногда какой-то песен нужно на кварту или на терцию чуть чуть выше потому что высота длина связок у женщин чуть чуть короче до гортань чуть поменьше поэтому у нас голос более сопрано до звучит чем мужчина у вас по длине и связки голос такой низкий поэтому устойчивое ступени для вот этого голоса тувинского у вас может быть другой тональность слегка поэтому вы должны сами определить или 8 для меня это а для вас не получается и у потрясающе причем заметили что я должна настроить себя на серьезное исполнение заметил конечно поэтому вот они они считают вот восточные люди да что это какое-то священное даже было ощущение что вибрации как будто вокруг нас такой резонанс определенный да именно можно его только спеть когда человек серьезно настроен не просто так поверхность а именно определенной концентрации тогда ты сможешь раздвоить и оказаться там внутри и удивительным образом получается что и все тоже так же ощущать начинает кого-то в какой-то емкости в такой до появляется как долго занимались вот вот чтоб прийти к идеалу но иногда можно например взять какую-то чашечку вот например да чтобы услышать чтобы твои услышали но это просто как вот такой эксперимент такой это же смешно кому-то просто интересно нас вот это да 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 а то есть как то есть какая-то емкость должна быть может быть даже она определённой формы это слишком Плоская, а иногда, например, я просто раньше знала, что, например, вот когда поешь, «Я сегодня спою, я…» Слышите металлический звук? Или только мне это слышно? Я слышу. Something died, when I dream, da-da-da, and at night I dream, I'm dying, one man, one woman. Фаза. То есть меняется волна не внутри меня, а вот снаружи уже. И я то ее укорачиваю, то эффект Лесли его называют или с фленджером. То есть эффект такой вот фазы, как будто там крутится что-то, да? Многие так фленджер используют, это даже есть прием для микрофонов, да? Ну-ка, включи мне фленджер, там, или ревибирацию какую-то. То есть это меняет немножко волну, или удлиняет, или вот так ее закручивает. Эффект Лесли называется его, еще так называют. Горница моей светла Это от ночной звезды Матушка возьмет Ведра молча принесет воды Вашу уверенность в вашей профессии я уже чувствую. Но все-таки мне интересно, что вы ощущали, когда действительно почувствовали, что к вам пришла известность? Ну, это, наверное, давно было я, еще мама моей жива была, давно это было в 80-е годы, потому что было телевидение у нас, вот, ну, замыкая круг, понятно. Потом музыкальный ринг, тоже что-то все у меня круглое, да, музыкальный ринг круглый, да, и замыкая круг, вот, потом шире круг, помните? Я только задумалась, надо же, как игра слов, но что-то вообще есть. Круг друзей, да, наверное, это так очень здорово, что это мне судьба подарила, такую возможность сниматься, вот, будучи молодой певицей, да, группа «Яблоко» у нас была, в таких программах прекрасно. Почему стремятся к свету все растения на свете? Отчего к морям спешит река? Как мы в этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий? Нам хотелось знать наверняка. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых лет от них не жди, камни пройденных дорог сумел пробить росток. Открывались в утро двери и тянулись ввысь деревья, обещал прогноз, то снег, то зной. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых лет от них не жди, камни пройденных дорог сумел пробить росток. И редакторы, я низко клоняюсь, конечно, что они все-таки поддерживали молодых, начинающих в том числе, потому что я тогда начинала только. И музыкальный ринг, и дискотека Клара Фатова снимала. Я с ребенком еще три месяца отроду моему сыну, и нужно на съемку ехать, а не хотелось пропустить такую съемку. Не так часто же все-таки, да, хотелось сняться, да, молодая, я красивая девушка, да, всегда хочется красивой съемкой. И это было в яхт-клубе, и помню, что это было вот сынущий маленький. Здесь я был? Да, в яхт-клубе, и такая съемка красивая, и камеры там шикарные, такие профессиональные, и на фоне воды, и сама вот эта вот песня. Ну, под фонограмму, это же, конечно, как в виде клипа все было. Вот, поэтому для меня вот это как вехи такие для меня были, вот съемка на телевидении, если бы тогда же интернета не было, поэтому единственный выход на широкую публику, конечно, был вот такой. И до чего получилось здорово, что вот меня приглашали в эти программы, хотя мы базировались в ДК-связи, не в ДК-невске, а уже потом в ДК-связи база наша была. Вот, но так как приглашали вот в эти программы, вот в Шире, Круг в Москве, это Ольга Борисовна Молчанова, тоже я низкий поклон, что она тоже искала молодые таланты, пригласила. Потом Парашютинская, Кира Парашютинская, которая до сих пор ведет, кстати, программу про любовь, помните, расспрашивает на каком-то канале федеральном. А она тогда к нам пришла сама вместе с своим мужем, тогда у него Мукусев муж был, который потом во взгляде был Мукусев. Вот, и они пришли, прямо нас прослушали, уже были наслышаны о нас даже каким-то образом. Вот, прослушали, пригласили нас вот в программу «Взгляд», то есть тоже как-то подтолкнули, это же тоже толчок был. Там мы познакомились с Гришей Гладковым, который тоже там снимался о какой-то программе «Шире, Круг», и мы оказались тоже вот в этих программах «Шире, Круг». Потом, когда английские передачи, всякие учебные у нас были на Ленинградском телевидении, на третьей кнопке, там мы записали тоже саундтрек, ну, в конце титра, знаете, «Dear girls, dear boys», Юра, сочиную песню, я спела, придумала все голоса там еще красивые, ну, как бык такой самый. И мы студийно записали, и она все время звучала, кстати, вот, мой голос звучал вот в этой программе. И мало того, они меня иногда приглашали вообще на съемку. Я там пела песню из Линда Ронсад очень красивую, потом возрожденческую песню, балладу красивую под Юрину гитару, Юра на гитаре, а я пела в таком красивом кресле. И это все павильоны настоящей съемки с хорошим светом. Вот, и поэтому настолько я стала популярной, наверное, ну, я сама, может, этого не ощущала, но вдруг приходят люди из Линдконцерта. Новое начальство у них пришло, молодое. Они тоже ищут таланты. И они пришли нас прослушивали ВДК-связи, опять же. И пригласили меня в вокальный отдел группы «Яблоко», в ансамблевый отдел, там тоже было отделение инструментальных концертов. То есть, как будто на расклад прямо получилось. И я очень хотела участвовать в конкурсах, а чтобы участвовать в конкурсах в советское время, нужно было быть какой-то концертной организацией, вот как Линдконцерт. И меня стали посылать в Сочи, которая освещалась телевидением, тоже вот Ленинградским в том числе. Но шло это на все федеральные каналы. Москва видела все, тоже вещалось. И это были и в записи, или прямые эфиры. Ну, в общем, все здорово освещалось. Я стала лауреатом сначала всероссийского конкурса. Из 100 исполнителей со всего Советского Союза, они выбирали там буквально 9 человек, которые были лауреаты, дипломанты, и я стала лауреатом третьей премии. Вот. И тогда у меня появилось право участвовать уже в театре эстрады в Москве, конкурс, всесоюзный конкурс артистов эстрады. Вот. И мы уже с ансамблем «Яблоко», командировались туда для концерта. Ну вот. И я стала, индивидуальный приз получила за индивидуальность, и группа «Яблоко» со мной вместе со мной лауреатами второй премии. В общем, такие шаги очень важные для меня. В советское время вообще было это очень важно, попасть, стать как минимум тоже лауреатом. Если не станешь лауреатом, то права на отделение у тебя не будет. Представляете, вот так вот. Очень жесткие условия. Потому что мне хотелось уже не только номером выступать, потому что на концерте я имела право номером выступать, но отделение. Все вот эти худсоветы, эти конкурсы, они были очень для нас важны, чтобы нам потом уже дойти до сольного концерта в двух отделениях. То есть вот это я все прошла. Ну, потому что международный конкурс в Свеции. В каком году первый раз выезд за границу был? Как это было? Ну, сначала польские, кстати, вот эти вот гастроли, можно сказать, на фестивале. Это «Зеленогура». Александр Морозов стал со мной сотрудничать. Он меня услышал, кстати, тоже в конкурсе телевизионном. Кстати, телевизионном. Помните, это «Песни по жизни». Лучшие песни. И он меня услышал. Я там пела песню с моей сестрой. Мы пели «Белая лодка, где ты?» И вдруг подходит ко мне Морозов вместе с Корнелюком еще тогда. Корнелюк еще неизвестный был. Но очень тоже потенциал у него мощный. Уже песни во всю он писал и любил тоже очень «Придюмеркари», «Аббо». И мы с ним все время потом за кулисами, все время пели он на рояле. И мы очень много попели с ним тоже. И «Аббо», и «На два голоса». Он же любит тоже петь и я. И нам было тогда по 24 года. Мы с ним одногодки. И я знала, что он сотрудничает вместе с Морозовым. Они все вместе. Потому что он помогал ему аранжировки делать Александру Морозову. Морозов такой плодовитый, но ему нужен был иногда такой мастер по аранжировке. И кое-какие песни мне и сам Корнелюк тоже дал песню. Срочно мне написал, когда узнал, что после «Зеленой горы» там поляки, мне прямо поляки так и сказали, что мы хотим тебя пригласить в Сопот, который будет через два месяца целых. То есть фестиваль Сопотский – это вообще мечта. Вот как Евровидение сейчас тогда было в Сопоте, потому что телевидение. И вот до сих пор в Ютьюбе есть съемка очень красивая, где я пою «Сядь, любой поезд, будь ты, как ветер». Вот эта песня с оркестром живью, дирижером. Там очень красивая съемка. Но я там лауреатом не стала. Это был мой, может быть, пробный камень, потому что там в Гран-при взял коллектив «Автограф», московская группа. И два места не дают. Я могу сказать, что я выступила достойно. И вот вы можете сами даже убедиться, хорошо, меня принимали и поляки, и все. Но я, конечно, немножко расстроилась. Я понимала, что если я не привезла только денежный приз в валюте, но тогда я все-таки еще в СССР, СССР был там, они, по-моему, на руки вообще не давали, по-моему, даже эти деньги наверняка. То есть там очень сложная такая система была. Ну, не стала я лауреатом, зато съемка роскошная осталась. А потом через год я уже оказалась в Швеции. Нет, нет, через месяц я оказалась в Гданьске. Там тоже фестиваль был ленинградской культуры в Гданьске. И много-много артистов туда командировали. Меня отлин концерты. Я там исполняла на польском языке. Специально разучила песню очень красивую. Чебе же то гром, чебе же то шверсть. Вообще красивая песня. И поляки меня уже там встречали вообще как свою. Меня воспринимали Капура, вообще польская фамилия. То есть на ура. Поляки меня очень полюбили. И мы увидели там, взяли, во-первых, съемку мою. Прямо приехали в Зеленый Гор и мне выдали кассету с моим выступлением. Потому что наш Советский Союз вообще меня вырезали, даже не показали. Представляете, они считали, что вот если едет автограф, а я как будто и не ездила. Ну так, запланирован автограф был за год. А я же за последние два месяца буквально довез. Мне было обидно, что вырезали. Обидно было, конечно, вырезали. Увидели бы на весь Советский Союз. Но зато у меня кассету, потом они мне выдали, она у меня дома пролежала, пока не появился интернет, и я уже загрузила это. Ну вот. И в журналы, мы видели журналы в ларьках. И я в красном платье с шариками, где я в Зеленой Гуре выступаю, и прямо вот на обложке. То есть поляки меня очень полюбили. Ну это как раз была оттепель, помните, тогда холодная война закончилась. И я вообще себя чувствовала голубь мира вообще таким миротворцем, потому что я чувствовала, что они очень благосклонны. Ко мне очень тепло. Заслуженная артистка России Марина Капура. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И действительно, с этим же оркестром через год, вот этим же, который, польский оркестр, они сделали все, чтобы я оказалась снова, вот наш Дом дружбы и поляки, чтобы я снова оказалась на фестивале, чтобы справедливость восоржествовала. И я уже была одна от России, тогда СССР. В Швеции, город Калхсхам, выступали, ни одного я не видела члена жюри, то есть там специально мы не сообщались вообще никак с членами жюри, чтобы, ну, с председателем жюри, чтобы не было гешефтов всяких, знаете. А в СОПОТе это наблюдалось, многие там какие-то интриги были, по слухам, по слухам. А здесь ничего этого не было, все было честно. Всем было по 25 примерно возраст, только вот одна шведка, ей 31 уже был, вообще-то старенька уже казалась. Вот, а нам всем по 25, кто-то из Западной Германии, кто-то из Америки, кто-то там, ну, из разных стран, 16 участников, и я стала второй премии лауреата. Так что я получила такое моральное удовлетворение, и денежный приз, кстати. Я получила денежный приз, приз, часы такие огромные, гигантские швейцарские, они были спонсорами этого фестиваля. Куда потратили этот приз? Все на нужное для сцены в основном. У нас же все было дефицит, поэтому косметику, которую мне сказал Раф Сардаров купить, прямо мне список написал, что я должна купить. Он делал мне тогда стрижки тоже, и мейкап. Потом он уехал в Москву и стал уже гримировать там Витлеицкую, он с ней есть, кстати, в этом клипе, Раф Сардаров, очень известный стал. А тогда он очень тоже был хороший, но он в Питере сначала был. Ну вот, и я практически все деньги ушли вот на косметику, на фен, который у нас дефицит для волос. Купила туфли концертные, очень красивые такие вообще, в дорогом магазине. Продавец прямо на коленях стоял, мне ножку так вот... Я думаю, как все здорово. А я, оказывается, зашла в самый дорогой магазин, я же не разбиралась. И, в общем, вся моя премия, там сколько-то, тысячи там с чем-то кроной, я не знаю, сколько там было. Я даже в руках мне держала эти деньги, что у меня мужчины... За то женские радости-то какие испытали, ведь тогда, правильно? А, да, я говорю, вот это хочу, они мне все покупают, что я хочу, вот это хочу. И вот материалы для сценических костюмов тоже купили. То есть все только для сцены важного, то, что важного было. Купили блестящие какие-то материалы. Мы с Юрой познакомились в 78-м, значит, уже в 79-м мы выступали в этих рок-клубовских тусовках, вот этих фестивалях, которые проходили очень часто именно весной. Весной, пробуждение такое у всех, весеннее обострение такое, и начинаются после спячки. Но мы, тем не менее, все равно выступали уже таким составом. У нас было 5 человек. Виктор Потолов мужской вокал солист, я показалась женский вокал солистка, что, кстати, в училищном ансамбле я еще не решалась быть солистом, но в МТС, конечно, ТМС я была солистка нашим, неформальным. Я была солисткой, конечно. А здесь я уже снова стала солисткой. Татьяна тоже на гитаре, я на бас-гитаре, красная у меня, помню, была гитара, бас-гитара. Юрия на гитаре на 12-струнке, то на банджо, потом скрипач царцев, Саша, он на скрипке и тоже пел, и тоже на гитаре, когда надо. Витя Потолов, то на жилейке, то я на барабанщиках еще таких, у меня барабанщик перестегивался, такой, знаете, к поясу. То есть настоящая такая кантри-бэнд. То есть к моменту записи песня «Замыкая круг» вы уже были прямо... Уже до того, конечно. Огромный путь пройден, потому что мы стали сначала лауреатом в 79-м году весной. Нас выделили от меня и группа «Кронверк». Назвалась «Кронверк». У них песня была такая. «Высоко на суку сидит ворона, на голове ее блестит корона». Харизматичная такая песня. Очень здорово исполняли. И вот мы тоже, «Яблоко» нас выделили еще земляне. Еще первый состав. И мы поехали, нас сначала опять прослушали худсовет был, утвердили все, и послали нас на фестиваль Литва, по-моему. Литва. Лепая, да? Это литовская. Фестиваль музыкальный. И целую неделю, в день по утрам-вечерам каждый день по 4 группы, каждый по 40 минут выступал. То есть вот такой огромный фестиваль на берегу прямо взморья. Ну вот как вот Юрмала взморья тоже, и здесь тоже на берегу залива. Открытая сцена, лето, жара. То есть можно было и позагорать еще в свободное время, послушать коллег своих, и еще и выступить. То есть это огромный такой опыт сценический, потому что тут и адреналин, тут и нужно было побеждать. Вот мы стали дипломантами фестиваля, и мне еще не было даже 18 лет. Вот таким образом я уже рано, в общем, ну, если учитывать, что я уже выступала когда-то в октябрьском детстве, да, поэтому я считала, что так и должно быть. то есть я это не воспринимала, как, знаете, вот первый раз, первый класс, нет, конечно. То есть у меня уже сценический опыт был, и желание огромное, поэтому это сразу отклик находило и в жюри, поэтому нам дали диплом, мы стали дипломантами фестиваля, потом постепенно, вот мы записали гигант, гигант альбом, виниловый, кантрифл, группа яблока. Почему мы назвались яблоко? Потому что мы... Тот, который был самый дорогой. А вы знаете, почему яблоко? Мы ехали на этот фестиваль, еще не знали, как назваться. Вот, но все время по пути нам попадались такие яблоневые сады, уникальные, там яблоки прям вот, ну, лежали вот на земле, вдоль дороги. Мы едем, проголодаемся, раз, яблоки, и мы такие были стройные, есть нам вообще даже не надо было. Мы яблоко съедим, оно сплошной витамин, и сытно, и вкусно. И так мы доехали до вот этого фестиваля, вот, Блейпайта. А названия-то не было, и царовцы говорят, а давайте яблоко назовемся, то мы яблоки все едим. И мы, причем у нас корзинка такая была, деревянная, ну, из ивы, да, и мы тоже, яблоки туда такие красивые. И когда мы выступали, у нас стояла корзина с яблоками на сцене, ну, то есть, чтобы подчеркнуть, вот была группа апельсина, а у нас вот яблоки. Ну, как бы такое. И вот таким образом и назвались яблоки. Марина Коура опередила Стива Джобса. Да, потом вот выяснилось только совпадение, что очень много, он же тоже был, Битлз очень любил, правда же, это же мысли же, они летают, да, в воздухе и материализуются через людей. И получилось, что все мое поколение, они многие очень любили Битлз, а Битлз, это же Эпл, фирма Эпл, да, и фактически такое завалированное, то есть, кто-то может подумать, просто яблоко, а кто-то знает, это не просто. Да, это такое завалированное любовь нашей Битлз в английской музыке, фирменной. Было забочен очень, воздушный наш народ, к нам не вернулся ночь, бомбежки самолет, радисты скрипивы вперед, волну найдя едва, И вот без пяти четыре услышали слова. И тогда даже квартирники не называлось, тогда говорили на хате, но мы музыцировали, там аппарат мог стоять, и все, значит, зависали, это называлось, все, фишка, вот это слово. У нас еще из нашего интерната, школы интерната, мы вдруг встретились тоже во время, ну, почти время, как и с Яблоком, наши ребята, с которыми мы учились в интернате, но они уже все повзрослели, потому что мы-то уже перешли в другую школу английскую, а они музыканты, Антон, Боб и Джейн, у нас ТМС, Таня, Марина, Света, а у них Антон, Боб и Джейн, я думаю, господи, какое совпадение. Они музыцировали, причем без вокала в основном, они просто вот импровизировали, им нравился клэптон, вот такой стиль, и мы просто зависали, вот от них это слово узнали, и пишку рюхать, это тоже от них, вот, и мы очень любили импровизировать, вот просто длинные какие-то композиции, и мы начинали импровизировать, ну, я вот лично, голосом, да, а они на инструментах, вот, и у нас вот это было, все продолжалось замечательно, мы зависали там на квартире, то у них дома, там, то у нас, пока их не забрали всех в армию, потому что нам-то уже тоже, где-то к 18 уже шло, их всех позабирали в армию, Юра потирал руки, ну, все, наконец-то они все отвалились, теперь он уже будет за мной ухаживать, уже более серьезно, потому что он сначала так смотрит, у меня все время какие-то музыканты, одногодки мои все время вокруг меня, он так призадумался, ну, как любой бы, да, что же делать тогда, а вдруг видеть, их всех забрали в армию, я одинокая, все, я стала пекать, опекать стал меня. А с вашей стороны была симпатика, Юрия? Ну, для меня как учитель, я навы всегда с ним говорила, мне очень было интересен, потому что он был большой знаток вообще музыки, это фактически, как будто я вот, как с Бенни Андерсоном общалась, он очень продвинут был во всех отношениях, научным, музыкальным. А в какой момент отношения перешли? Кстати, очень хорошо разбирался тоже, вот юрский период, вот у него сейчас спросить, он вообще профессионально тоже этим, оказывается, интересовался, и он все это помнит, я там знаю, что юрский, пермский, там, там, меловой период, а он все знает, вот все досконально, так интересно его слушать было, то есть у нас оказалось много тем общих, которые нам очень интересны. мы сошлись получается? Как получилось так, что отношения перешли на новый уровень, более близкий? Ну, я бы такая, такая миниатюрная была, он тоже такой, очень миниатюрный, наверное, очень любил вообще молодых, мне кажется, что он очень тянулся, он очень тянулся, мне кажется, именно к молодым девушкам, ну, это нормально, ему 28 лет было, почему нет? Он как-то меня сразу стал опекать меня, оберегать, потому что видел, что я, наверное, почувствовал, что у меня нет отца, никто за меня не постоял, и он стал меня защищать. Как вы к этому относились? Он меня вообще стал кормить вообще, стал кормить. Очень вкусно он всегда меня кормил и полезно. Это вот полезно, а вот это не полезно. То есть я поняла, что он настоящий такой, прямо вот папочка такой вот, потому что я же без отца росла, мама, бабушка, вот, и вдруг мы отбились от рук, все-таки подростки, да, и вдруг человек нашелся, который меня по правильной колее такой вот, что надо правильный образ жизни, вести здоровый образ жизни, никакого там курева нельзя, естественно, ничего. А так вот молодежь там всегда меня окружала такая, которая в основном, они разлагались, то есть чем хуже, тем лучше. И я сама понимала, что добром это не закончится, я чувствовала, что, ну вот как-то все за здравие начинается, а потом все вот такие разбитые, ну да, вот эти все вечеринки молодежные, они все равно, ты чувствуешь, что можно и голос было потерять, и здоровье, и вообще. Рано или поздно это отражается негативно. Да, и меня какой-то вот внутренний, наверное, церпер такой сказал, что, наверное, все-таки лучше тянуться к людям, которые меня, ну, не тянутся. Строят, выстраивают меня, может быть, чем-то ограничивают, но зато он единомышленник, что мне интересно, мне это очень интересно, этот образ жизни, эта жизнь, и мне хотелось тоже отблагодарить за его такое вот внимание ко мне, потому что я чувствовала, что он вообще не смотрит ни на каких других женщин, такое ощущение, что вот настолько был увлечен, увлечен, что даже помню, Сережа Смоленинов такой на моем пути появился, тоже, тоже начал, как будто бы тоже ухаживать, ну, Смоленинов, который тоже в яблоке потом был, вот, но я понимала, что я уже, ну, занята, и, во-первых, я просто дружески к Смоленинову относилась, а с Юрой, наверное, была вот эта искра, которая необходима, правда, между молодыми людьми, потому что, поэтому это нормально, я посчитала так, что нужно по зову сердца все делать, как вот идет, вот как тебе интуиция подсказывает, с тем ты должен быть, я не ошибаюсь, и у нас родился сын потом, а, здорово, да, нам очень интересно, всегда с Юрой было, вот, ну, искусство, истории всевозможные, какие-то, профессиональный круг, и мы выбрали именно это отделение, вот отделение историческое, культурологическое, историю мировой художественной культуры, мы с Юрием выбрали, во-первых, он понимал, что если я пойду просто на эстрадное отделение, он меня всегда отговаривал, тебя сломают, а потом зачем ему нужно, чтобы я где-то без него училась, правильно, у нас ребенок маленький, тем более, ну, он тогда уже был не маленький, но все равно, ему совершенно это не нужно, чтобы я где-то училась, в 9 утра куда-то вставала, невздество куда-то шла, ну, как-то, ну, ну, вот беспокоился, он говорит, что Марина, ты вообще вечное переключение, у тебя какие-то такая хиппи настоящие, он просто за меня боялся, и он говорит, да мы будем в лучшем месте учиться, ему самому интересно, второе образование было получить, высшее, потому что у него был Бонч Бреевича, это технические, он уже кандидат технических наук был, но он вообще, ну, музыкант, мозги-то у него все-таки гуманитария, и он говорит, что я технику вообще не очень-то люблю, хотя у него радиовещание, акустика было, отделение интересное, да, радиовещание, акустика, и здесь у него еще, он не охвачен был вот в этой области, все-таки гуманитарной, и нам повезло, что мы учились именно вот в 90-е годы, потому что не было никаких идеологических таких вот ограничений, и поэтому педагоги прямо вот с искрой, то есть они преподавали нам настолько широко, настолько без всяких цензур, как дурацкое, понимаете, что надо вот так, а они вот то, что чувствовали, то и говорили, то есть каждый был маэстро своего дела, и вот 40 предметов, ну вот у нас диплом, да, 40 предметов, мы все прослушали просто вот на одном дыхании, то есть не пропускали ни одного занятия, настолько нам было интересно, это было заочное отделение, потому что мы одновременно работали, гастроли, но когда у нас сессия, мы вообще все, ходили как на праздник, просто, чтобы вот узнать, нам было все очень интересно, и действительно вот эта методика, высшее образование, гуманитарное, оно дает потом свои плоды, такие, что расширяется сознание, то, что и нужно человеку для жизни, это очень важно, потому что и музыка еще иначе, даже еще острее воспринимается, понимаете, это, ну, даже не объяснить, поэтому я всем всегда рекомендую, если есть возможность, никогда не поздно, я ведь тоже пошла не юная девушка, у меня уже сын подросток, ему было уже лет 15, вот, и всем всегда рекомендую, всегда, если есть возможность, учитесь и в любом возрасте, да, потому что это интересно, это потом будет такой отзвук хороший в жизни, потому что это все равно, потом это количество переходит в качество, да, и человеку интересно становится, еще интереснее жить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И он меня приглашал иногда, он знал, что это будет мне интересно. И он говорит, Марина, Юрия звонил, Юра же мой руководитель, поэтому сначала с Юрой, естественно, всю субординацию, да, вот, и мы уже обсуждали, что вот, хотим мы этого или не хотим, там, да, едем, слушаю материал, знакомимся с музыкантами, обычно это в студии происходило, да, но вот ее морозов он знал что я очень гибко быстро запоминаю и поэтому из король шитом и и с чижом то есть это было прямо на 1 записано прям студии а им это было очень удобно потому что моментально уже результат то есть не нужно было долго мне учиться сутками да напролет сразу же поэтому я знал что я всегда принесу пользу почему нет и также год ко мне обратился потом кстати и ляпин саша несколько песню ко мне обратился и еще там оказался на студии курёхин и он услышал как мы джимуем просто вы импровизировали как-то мы собрались там у нас был джим сейшин прямо на мелодии в ультуранской церкви там хорошая акустика просто вот акустика замечательно и курёхин слушал как я живьем пою слышу мой голос влюбился на мой голос и пригласил меня в воробинную ораторию вот когда у него появился такой проект он сначала ведь думал что может быть калибре запишет а потом когда у него возник мой образ с моим голосом он обратился ко мне и барабинная оратория тоже имеет свою интересную судьбу вот сейчас мы в зале консерватор в консерватории в москве я исполняла с оркестром айги алексей айги это дирижер композитор и он создал вот такой проект музыку крюхина то есть повторить эти живьем с оркестром вот и он приглашает вот кондина тоже приглашал певицу которая тоже в воробьиной оратория на одну часть спела и оставшиеся там еще три или четыре части тоже я исполняю зима лето весна но как времена года вот и я исполняла две части там тоже это было несколько лет назад так что она еще так востребовано очень интересно сейчас я слышал что воробьиная оратория они хотят помогали в интернете прочитала хотят сделать воробьиное озеро музыка значит воробьиная оратория курехина там будет наверное звучать мой голос если это будет саундтрек да ну вот постановочная будет что-то связано какой-то модерн танец болит но болит какой-то да поэтому эта музыка такая крупная форма это интересно а а а а а а и а И вашей власти, кровь моя О, сколько их готовых кровь Отдать за наслажденье В них есть блаженство и любовь Как сон и пробужденье Но кровь всегда один Подединяющим сводом тьмы О смерти обожают и деть сны Утро станет славу И будет вечно ты, сон Мы одни на огромном темном мире Вот закипает сердце Я смогу тебе помочь В небесах становится сушимым Я плыву, вот как в песню Юры Я в самом начале пути Я плыву по каналам Я в самом начале пути Мне здесь Гоголь оставил записки Их надо найти Питер, Питер Я вновь возвращаюсь к тебе Эта песня, которую Юра сейчас сочнила для меня Это потрясающе Я тоже сейчас пела в финале эту песню Мой последний вопрос к вам А это правда, что когда вы выступали в Америке Вам благодарные зрители снимали кольца и дарили? Да, действительно это так Действительно, вот у меня Вот это кольцо мне подарили Но это Я вот в Америке это было давно Я, может быть, не помню Но вот у нас В России В нашей России Меня тоже вот одаривают Мои поклонники И вот эти все украшения Вот эти все украшения Вот может кто-то кроме этого И вот это украшение Подарены мои поклонники Они живут в разных городах Нашей необъятной родины России Вот, и они мне иногда так пригождаются И на сцену Это энергетика любой зрителей Я очень благодарна Потому что все лучшее я одеваю на сцену С Дэвидом Кортни продолжаете работать? Да, мы помимо вот этого альбома Еще записали с ним еще две вещи Очень красивые Верь мечту Это посвящено, кстати, будущему чемпионату мира по футболу В 18-м году Вот расскажите об этом И Дэвид, да, написал Это важно Это всех волнует Слова на английском языке Дэвид И музыка тоже Дэвида Аранжировка наша с Юрием Я исполняю Она многоголосная такая В стиле даже такого гимнического Как Абба Да, там я наложение голосов пою Вот, и еще он Сказал, напишите теперь русскую версию И мы долго ждали того момента Когда у нас родятся наконец-то Слова хорошие, достойные Этого английского текста Вот, и мы познакомились с одной рок Такой, называется она рок-певица И она автор Она очень здорово стихи сочиняет Сама поет, такая активная Очень молодая девушка Мы с ней познакомились на радио Мы давали интервью А потом после меня Она должна давать интервью Мы обменялись дисками Как-то так, слово за слово А потом я послушала ее диск И слышала, что у нее такие умные Хорошие тексты Я чувствую, что она поэт прекрасный И мы потом с ней списались По почте Не хочет ли она с вами посотрудничать Она говорит, ой, конечно, хочу И написала прекрасные слова Русские Островская Островская фамилия у нее Проект у нее называется Ангина Так вот как-то интересно Вот И я очень ей благодарна Вот за эти слова Потому что они Очень хорошо пропиваются Что важно Такой не пустой текст Очень хороший Поэтому есть русская версия И Дэвид очень доволен Что у нас есть две версии Английская и русская А мы увидим вас Ваше выступление вживую На чемпионате мира по футболу Ну, я не знаю Вот это будет в восемнадцатом году Это не только Ну, я не знаю Я думаю, что мы будем исполнять Вот сейчас В процессе восемнадцатого года Белая ночь То есть она мне уже пригождается Эта песня И я уже часто ее исполняю Может быть, не на самом футболе Но мы ее посвятили Этому футболу Поэтому у нас В рамках белых ночей Мы часто выступаем Вот сейчас песня Петербург Которую Юра написал Мы будем исполнять И уже сейчас ее исполним И вот этот Верь мечту Верь мечту И Dead to Dream Тоже исполняем Потом в Англии Тоже Дэвид генерирует Тоже всевозможные идеи И в музее футбола Есть такой В Англии В Манчестере Ну, Манчестер Юнайтед Там есть музей футбола И я уже Дважды приезжала По его приглашению Дэвида Где они организовывали Огромные такие Ну, как сказать Не сейшены даже Это вот действия С бибиси Там В общем, какие-то интервью Там у меня брали У меня переводчик Специально был нанят Вот И я исполняла Вот песни Дэвида Вот эти гимнические вещи Вот Day to Dream И еще Rise Up Тоже у него красивая песня Rise up like a magic stone Такая очень красивая вещь Вот И мы там исполняли Где публика лучше В России Или за рубежом На Западе Везде прекрасная Везде прекрасная А есть разница В чем-то Я же всегда одинаковая Одинаковая Мне кажется По настроению Я всегда одинаковая И мне кажется И же публика Она всегда меня Одинаково воспринимает Менталитет же Разные люди Ну, все равно Все как-то Вот музыка же влияет Ну, на всех Как-то в резонанс Границ не знает музыка Мне кажется Что музыка Это такой язык Который Мост любви То есть она Писмейкерство Она разрушает границы То есть это еще Какой-то язык Который Можно говорить И вообще Все друг друга понимают И заряжаются энергией И вообще И любовью Ну что ж Я думаю Что нам пора Отпустить Марину Потому что Она после выступления Она все равно Выкладывалась Старалась для зрителей И мы благодарны Что вы для нас Нашли время Для интервью Спасибо большое Не забудьте Подписаться на наш канал Ставить палец вверх И колокольчик обязательно Я, кстати, забыла сказать Что еще второй альбом У меня вышел в этом году А мы его показали С Александром Морозовым Александром Морозовым У него юбилейная дата Вот И я участвовала в концертах И в Октябрьском Думе музыки в Москве В его авторских концертах И телевидение снимала Наша Ленинградская Здесь все песни Музыка Александра Морозова Спасибо Давайте сфотографируемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok